Здравствуйте, это экспертное мнение. Возобновилось оказание плановой медицинской помощи в медучреждениях республики. Подробности обсудим сегодня с нашим гостем. Это заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко. Здравствуйте, Марина Витальевна. Добрый день. Мы помним, что практически на полгода было приостановлено оказание плановой медицинской помощи в Удмуртии. И сейчас с 1 декабря стационары возвращаются к работе в штатном режиме. Значит ли это, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекции стабилизировалась? Да, хотелось бы именно так и сказать, что ситуация по заболеваемости коронавирусной стабилизировалась. Другое дело, мы не знаем на какое время. И хотелось бы, чтобы это время было максимально большим. Поэтому, да, в ноябре мы стали регистрировать значительное снижение заболеваемости во всех возрастных группах и среди детского, и среди взрослого населения. И поэтому было принято решение перейти на более плановый режим работы, то есть перепрофилировать те койки, которые были отданы под пациентов с коронавирусной инфекцией в больших многопрофильных больницах для оказания помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями. Таким образом была открыта плановая медицинская помощь. Причем ее открытие было не только на уровне амбулаторно-поликлинической помощи, но как раз и на уровне стационарного звена. Можете сейчас обозначить, в каком объеме восстанавливается эта плановая помощь и в каких медицинских учреждениях? На сегодняшний день во всех медицинских учреждениях в городах и районах республики открыто оказание плановой медицинской помощи. В городе Ижевске у нас осталось по большому счету только две больницы, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией полностью на всех своих площадях. Это Республиканская клиническая инфекционная больница и Городская клиническая больница номер два. А где еще работают инфекционные койки? В городе Ижевске у нас еще осталось 15 койок, в роддоме номер пять, но часть роддома работают уже под женщин, не имеющих коронавирусной инфекции. И у нас еще осталось небольшое количество койок в Первой Республиканской инфекционной больнице, там для пациентов с сопутствующей патологией на фоне коронавирусной инфекции. И у нас осталось специализированное отделение для пациентов с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице номер шесть. Там порядка 150 койок, но весь больничный комплекс городской клинической больнице номер шесть, что на труда, что на улице Ленина, начал тоже оказывать плановую медицинскую помощь. Чуть раньше у нас начала оказывать плановую медицинскую помощь восьмая городская больница. То есть, в принципе, такие профили, как хирургия, гинекология, неврология, терапия, перешли в работу в плановом режиме. Нет ли какое-то опасение заразиться? Вот как сейчас разделяются потоки здоровых и больных? Естественно, у нас с вами должен сохраняться жесткий санитарный противоэпидемический режим. И то есть мы с масками жили и будем жить на протяжении, наверное, еще очень длительного времени. Те фильтры, которые у нас существуют на входе в медицинские организации, они тоже будут продолжать функционировать. Но в настоящее время закуплены тесты для экспресс-диагностики пациентов с коронавирусной инфекцией. И если, допустим, плановая помощь предполагает проведение ПЦР-теста до госпитализации, то мы не забываем, что у нас все-таки остаются пациенты, которые госпитализируются в экстренном порядке. Соответственно, это как раз те пациенты, которые имеют максимальный риск быть инфицированными коронавирусной инфекцией и могут стать потенциальными источниками в стационаре для других пациентов. Поэтому вот этих пациентов будут тестировать на уровне приемного отделения для того, чтобы исключить риск, допустим, бессимптомного течения коронавирусной инфекции или вирусы носительства. И, соответственно, этим пациентам помощь будет оказываться уже на специализированных койках для пациентов с коронавирусной инфекцией в рамках 6-й городской клинической больнице. Я хочу только добавить, что оказание помощи таким экстренным больным, оно не прерывалось. Оно не прекращалось, конечно, но поскольку мы сейчас начали оказание плановой медицинской помощи, вот здесь на нас лежит больше ответственность, чтобы не возник очаг коронавирусной инфекции в плановом отделении. Поэтому здесь от медицинских организаций, конечно, требуется очень жесткое соблюдение санитарных норм и в том числе, правильно вы сказали, разделение потоков на уровне поступления уже в приемное отделение. Поэтому все пациенты с признаками респираторной инфекции не должны поступать в многопрофильные стационары, которые оказывают экстренную плановую помощь больным без признаков коронавирусной инфекции. Марина Витальевна, наверняка большой сейчас будет поток пациентов. Это связано с долгим перерывом, большая востребованность, особенно к узким специалистам. Справятся ли врачи вот с таким количеством народа? Я не сомневаюсь, что справятся, потому что тот поток пациентов, которые на себя приняли наши поликлиники в октябре и начале ноября месяца, он несравнимо больший, чем тот поток пациентов, которые нуждаются в оказании плановой медицинской помощи. Тем более, само слово плановая помощь подразумевает все-таки это запись пациентов на прием, которая может осуществляться несколькими путями. То есть это не просто звонок может быть в регистратуру или запись через информат, но это может быть и запись через единый портал госуслуг, а также по линии 122. Поэтому вот эта плановая запись, она, конечно, позволит равномерно распределить нагрузку на действующих специалистов. Самое главное, чтобы нам не помешал снова ковид или, допустим, рост заболеваемости респираторной инфекции. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы вот эта стабильная ситуация как-то на территории Удмуртии сохранилась несколько подольше для того, чтобы мы могли охватить максимальное количество людей оказанием плановой медицинской помощи. Ну давайте не забывать, дополнительная сейчас нагрузка ляжет на врачей. Я говорю о диспансеризации, в том числе углубленной для тех, кто перенес как раз коронавирусную инфекцию. В чем заключается эта диспансеризация? Насколько я знаю, она проходит в несколько этапов. Да, то есть цель диспансеризации выявить риск возникновения неинфекционных заболеваний у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Причем риск возникновения, он не зависит от степени тяжести перенесенного заболевания. Есть пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию достаточно легко, но тем не менее в последующем у них возникли те или иные состояния, которые требовали коррекции. Даже больше хочу сказать, что углубленную диспансеризацию может пройти любой гражданин, который официально не переболел коронавирусной инфекцией, но считает, что его симптомы были похожи на данное заболевание. По заявлению в медицинскую организацию ему тоже может быть проведена углубленная диспансеризация. Этого будет достаточно? Этого будет достаточно. То есть у нас, видите, у нас есть регистр пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Мы, конечно, ориентируемся на этот регистр. Это все пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией. Но мы с вами знаем, что есть те, кто, допустим, не обращался в медицинскую организацию, кто лечился самостоятельно по тем или иным причинам, и они не попали в этот регистр. Но это не лишает их права пройти углубленную диспансеризацию, потому что цель ее все-таки предотвратить те возможные осложнения, которые разовьются, если у человека возникло или обострилось какое-то хроническое заболевание. Поэтому первый этап диспансеризации, он и подразумевает выявить вот эти риски. И он, в принципе, заключается в осмотре, в беседе с терапевтом и минимальным, конечно, каким-то проведением диагностических исследований, то есть это исследование крови, это определение насыщения крови кислородом, пульсоксиметрия, то, что все наши больные знают, да, это вот на пальчике определяют. Вот если пациент не проходил рентгенографию легких в течение года, ему вот сделаны рентгенографии легких, но и по проведению первого этапа диспансеризации врачом определяется необходимость проведения второго этапа, да, диспансеризации, где уже будут проводиться более сложные диагностические исследования, в том числе это эхокардиография сердца, это компьютерная томография, это УЗДГ сосудов вен нижних конечностей. Это как раз связано с тем, что вот самое распространенное осложнение, это как раз система кровообращения. Конечно, но надо сказать, что второй этап, он вот не ограничивается только этими исследованиями, и поэтому если у пациента будут выявлены состояния, требующие консультации каких-то других узких специалистов или проведения дополнительных исследований, то пациент получит эти исследования в рамках углубленной диспансеризации. Итог диспансеризации ведь не только выявить риск или обострение хронического заболевания, но и пациенту разработать какую-то индивидуальную карту реабилитации, которая может проходить не только в условиях амбулаторной службы, да, но она может проходить в условиях как дневного стационара, так и круглосуточного стационара. То есть по итогам диспансеризации врач сделает заключение, нуждается ли человек в реабилитационных мероприятиях, если нуждается. Конечно, конечно. То есть где, какие условия, как часто. Может быть поставить на диспансерный учет какому-то другому специалисту, потому что действительно иногда не так страшен сам ковид, сколько страшны его последствия. Действительно масштабная такая диспансеризация. Из федерального бюджета, хочу упомянуть, на диспансеризацию уже выделено более 31 миллиона рублей. Куда записаться, как это сделать, нужно ли обратиться с заявлением или ждать приглашения от поликлиники? Существует, конечно, несколько способов оповещения населения о том, что они могут пройти эту диспансеризацию. И в первую очередь, конечно, нам очень помогают страховые медицинские компании, которые осуществляют смс-рассылку гражданам, которым показана углубленная диспансеризация. Но даже если по какой-то причине пациент не получил смс-оповещение, что он может пройти углубленную диспансеризацию, он может самостоятельно обратиться в регистратуру поликлиники. И еще раз говорю, если он даже не болел коронавирусной инфекцией, то по заявлению он может пройти углубленную диспансеризацию. Пациент может записаться через телефон регистратуры, через единый портал госуслуг на диспансеризацию, а также через телефон колл-центра 122. То есть для записи на диспансеризацию существуют те же способы, что и для оказания плановой медицинской помощи. В районах, как сейчас строится работа, тоже есть востребованность в узких специалистах. Помню, что вот в доковидные времена была организована такая работа, выездные мероприятия, это мобильные диагностические комплексы. Будут ли они работать сейчас? Однозначно плановая работа будет продолжаться в том же объеме. То есть у нас есть планы расписания выездов мобильных диагностических комплексов. У нас также будет продолжать функционировать онкодесанты. У нас будут продолжать функционировать улицы здоровья. Но, тем не менее, мы с вами прекрасно понимаем, что у нас есть в некоторых районах определенный дефицит узких специалистов. И, соответственно, с учетом этого дефицита, с учетом пожелания населения, с учетом мнения главного врача будут составлены графики выездов узких специалистов. То есть в основном это специалисты больниц третьего уровня, это те востребованные специалисты, которых, может быть, не так достаточно в районных больницах. Поэтому, да, согласно графику, эта работа будет продолжаться и будет восстановлена в полном объеме. Спасибо, Марина Витальевна. Об углубленной диспансеризации говорили. Сегодня у нас в гостях была заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко. И это экспертное мнение. Всего доброго и до встречи.